Любители Москвы, вы смотрите передачу «Москва. Железнодорожная», которая выходит каждый первый и третий четверг месяца. Ну и сегодня у нас первый четверг, то есть начало ноября, первый четверг ноября. Ну и передача на своем месте. Сначала несколько новостей, и, соответственно, потом немножко все-таки посмотрим по карте и немножко дополню станции «Кресты», ну и платформе 252-й километр. Значит, новостей особенно нету, каких-то крупных. Как обычно проводятся такие, в общем-то, постоянные работы в более-менее уже одинаковых местах, которые мы с вами знаем. Но они, конечно, существенно, скажем так, осложняют жизнь людям, тем, кто пользуется электричками. Вот, на Савелском, особенно на Курском, Белорусском, Рижском направлениях. Ну, короче, там, где вот эти действуют диаметры. Ну, не только, конечно, других тоже есть. Ну, других уже мало осталось, да. В основном Павелецкое направление, да, и Ярославское, которое не охвачено диаметром. Вот, ну и в частности, сейчас вот идет, так сказать, по-прежнему реконструкция, там стройка, так сказать, транспортно-пересадочного числа Рижская, по-прежнему платформа Рижская закрыта. Ее, кстати, хотели открыть еще в конце августа 23-го года. Помните, говорили, что ее закрыли в 22-м году и хотели открыть уже вот в этом 23-м, причем в августе месяце. Закрыли ее, вроде как, там, на 9 месяцев. Ну, сами понимаете, это все ля-ля. Платформа до сих пор закрыта и будет закрыта еще, наверное, долго. Я уже встречал даже такие, так сказать, даты, что ее чуть не в 25-м году только откроют. Ну, не знаю насчет 25-го, но в 24-м году уж точно. Вот, наверное, раньше-то никак не получится. То есть, там идут довольно большие работы. Рижский вокзал закрыт, ну и Рижская, там все это связано, и в итоге вот такая огромная там стройка сейчас идет, этого пересадочного узла, там, конкурсы, переходы и все такое монтируют. Вот, ну и тут, конечно, сказывается тоже несколько на движении уже, получается, третьего диаметра, да, то есть, Ленинградско-Казанского, да, как раз которого проходит вот Ленинградское направление через эту платформу Рижская. Вот, и тоже некоторые электрички там выводят из расписания. График меняется, так что тоже имейте в виду. Ну и также идут работы на Белорусском направлении, все то же самое, платформа Беговая тоже там работает, фактически новый, заново все строится там, да. На том же месте, только, скажем так, все будет по-новому, то есть, совсем новые платформы. Ну, все то же самое, как мы с вами видели, да. То есть, это самое. Там еще, к тому же, третью платформу построят. Ну, то есть, там было-то две, но будет еще и третья там, островная. Где можно будет пересаживаться с четвертого диаметра на второй. Ну, там тоже сейчас идут довольно большие работы по интеграции тоже с метро. Но она и была, но теперь там все же заново строится. Поэтому там, конечно, тоже, так сказать, это и сказывается на движении электричек. Ну, и сейчас на Тестовской, да, ее же вот закрыли. Сейчас все, сейчас идут работы в ноябре по демонтажу старых платформ. Той, самой Тестовской, которую мы с вами хорошо помним. Вот. Ну, и, конечно, там уже реконструировали. Это не так аж Тестовской, которая в советское время была. Но на том месте, я имею в виду. Ну, а сейчас вот их будут демонтировать полностью совсем. Вот. Ну, и будет, соответственно, также устраивать котлован для строительства южного вестибюля. Я уже говорил об этом, да, еще будет вестибюль, который будет туда, в сторону Шмидтовского проезда. Вот. И сейчас это и новую платформу будут строить, новый вестибюль. Так что там довольно тоже большие работы идут. Ну, и заодно еще и на станции Фили тоже. Там, я тоже об этом говорил в прошлый раз, там демонтируют фундамента старого моста, который проходил через железную дорогу, через как раз все пути станции Фили как раз. Вот. Ну, и там по выходным вроде как они будут демонтировать остатки этого старого моста. Там его уже во многом демонтировали, но остатки еще есть, особенно фундаменты. И вот их все это будут тоже все это проводить. Ну, и понятное дело, что все вот эти работы, так сказать, по, так сказать, сносу мостов, там, по строительству тоннелей, новых платформ и так далее, это все, конечно, приводит к тому, что... к изменению расписания, к тому, что сокращается, это увеличится интервалы, ну, не всегда, не постоянно, но в определенные, так сказать, временные отрезки, да, можно с этим столкнуться. Вот. Ну, я, например, кстати, с этим столкнулся. На Царицыно как-то вот ехал в сторону... В прошлые выходные, ну, вот эти, ну, как прошлые, которые прошли, ехал в сторону... это самое... Курского вокзала, и вот от Царицыно до Курского вокзала. И, соответственно, там большие интервалы очень были, то есть я даже удивился, сначала даже не... как-то не подумал, что там, как обычно идет реконструкция, ну, вот, видите, и, оказывается, там довольно сильно поменялось расписание, и ряд электричек вывели, тоже вот, особенно в выходные дни, тоже вот утром. Вот. И пришлось дать вот этого электричку туда, на Рижское направление, где-то около полчаса. Вот. То есть, обычно они там буквально каждые 5-10 минут, то тут пришлось постоять. Вот. Там уже такое довольно вдушительное количество людей набралось на платформе, тоже многие недумевали, а что это такое происходит, почему у нее нет электрички. Ну, вот. Потом можно было почитать там в интернете. А причем, вы знаете, они так делают, что, ну, скажем так, не заранее, да, а как бы сейчас это, если раньше там все как-то заранее предупреждали, там, ну, заблаговременно, то сейчас это все, эти изменения, они вносятся буквально вот в оперативном режиме. То есть, вот буквально в этот же самый день. И узнать можно только вот, ну, не знаю, там, за час, за два, за три, то есть, вот только если с утра, и то не всегда даже, то есть, вот как-то они все это вносят. И поэтому человек может там прочитать там с вечера, что, о, все нормально, там, все в порядке. А утром приходит, а там изменения в расписании, да, и вот не отреагируешь. Да, ну, так вот, поэтому тоже Курское направление там работает. Ну, все одно и то же, да, там все продолжается Курский вокзал, вы же знаете, стройка новых платформ, все это идет. Конечно, многое сделано, но все это продолжается в таком перманентном режиме. Ну, кроме того, также еще и на Савеловском направлении тоже там есть, как вы знаете, работа. Ну, во-первых, строится новая платформа, Петровско-Разумовская, уже в Савеловском направлении, тоже я много раз об этом говорил. Вот, и там, значит, сейчас идет переключение первого главного пути уже к новой платформе, которая строится. Ну, видимо, может, ее даже в этом году откроют, там уже довольно много сделано. Вот, и там второй путь уже переключили, подвели, соответственно, к платформе. Ну, сейчас вот еще первый путь тоже. Ну, и это тоже, понятное дело, приводит к тому, что... Потому что платформа-то, она находится фактически на действующем пути, на действующих путях. Электрички-то мимо проезжают, и поэтому около этой платформы. Она же не сама по себе, не где-то там на отшибе, а все же связана. Ну, вот, и поэтому это, конечно, тоже приводит к изменям. Ну, и кроме того, конечно, большие работы идут на платформе Леонозова. Ну, вы знаете, весь ноябрь они будут идти. Там и подземный переход, возводится через Леонозовский проезд. Там и второй подземный вестибюль с тоннелем тоже возводится. И еще там конечная автобусная станция делается там на территории, вот, части территории Леонозовского электромеханического завода. Ну, недалеко от платформы тоже. Вот, так что, в общем, ну, там довольно большие работы, несмотря на то, что вроде бы уже открыли, там и метро Леонозова, да, и новые платформы открыли. Ну, скажем так, открыли, но там еще работы, они во всю идут. Поэтому, как бы, не до конца еще, скажем так, все там далеко сделано. Не знаю, сколько они там будут продолжаться, но, наверное, 24-й год точно будут. А дальше, трудно сказать. Ну, и в итоге, вот, тоже пощердно закрывает то первый, то второй главный пути, вот, на перегоне Бескудникова-Марк, ну, который как раз вот Леонозова находится между двумя этими станциями, Бескудникова и Марк. Вот, и поэтому, ну, естественно, едут электрические приверсированные движения. То есть, то туда, потом обратно, то туда, потом обратно. Потому что, естественно, что это приводит к увеличению интервалов, причем довольно большому. Вот, потому что понятно, что по одному пути много, скажем так, маленьких интервалов не сделаешь. Ну, вот такие вот новости главные. Видите, в основном все касается ремонтных работ, которых довольно много, практически на всех направлениях. Может, я даже что-то еще не отразил, но он основной, наверное, сказал. Ну, и что касается, соответственно, вот Крестов и 252-й километр. Ну, 252-й километр, вот, видите, платформа такая. Вот, видите, может показаться, что она как будто в лесу находится, да? Но если мы с вами посмотрим по карте, то леса-то здесь особо нету. Видите? То есть, ну, небольшой лесочек, конечно, есть. Видите, лесополоса. Ну, а дальше-то, фактически-то, видите, такое достаточно свободное пространство, о чем я и говорил, что здесь очень много находится садовых товариществ. Что это такое за свободное? Ну, понятно, что поля, луга, это да. Да, но главное это то, что здесь много садовых товарищей. Ну, вот, если мы увеличим, то здесь их, в общем, можно вполне различить. Вот они. Одно, другое, там, третье. Вот, здоровье, например, да, березка 5, вы видите, они рассвет, вот, шубина, ну, и так далее. То есть, тут в ЛКСМ, да, да, вот это было. Да, вот, видите, имени 70-летия в ЛКСМ. Ну, наверное, мало до что узнает этот ЛКСМ, ну, до сих пор. Ну, уже так назвали, а как, 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 с поезд назовешь, так он и поедет, да. Ну, неважно. То есть, вот, Семидонное болото, о котором я говорил, видите, какое здоровенное на речке. Ну, ладно, будем культурно выражаться, моча, да. Вот, соответственно, тут вот, ну, короче, о чем речь идет? Вот, о том, что платформа-то, она вполне себе такая, обитаемая, она нужная для многих. Потому что, смотрите, как, вот, сколько товарищей-то рядом. И вот, а как до них добираться? Да они, кроме как, через эту платформу-то, ну, раз что на машине, вот, можно по шоссе, да, ну, это у кого машина, а там много же и старых людей, а как ему? Вот, в основном, только через эту платформу и добираются туда и обратно. Так что, такая, в основном, дачная платформа. Вот. Ну, и тут, видите, уже Зинаевское шоссе, Щитовское шоссе, то есть уже все, уже, это, кстати, новые названия. Раньше это все были безымянные, в основном, такие улицы. Восстаро-Свитинское шоссе. Это все названия вот не так давно дали, буквально год-два назад вот так вот. До этого не было. Вот. И здесь я вот говорил, да, что здесь находится вот на Щитовском или Щитовском шоссе, как правильно, не знаю. Вот. Здесь находится автобус-основка, вот она, видите? Вот. Здесь автобус-основка Свитинские сады называется. Вот. И здесь эта основка, она конечная. То есть тут, я насколько понимаю, она конечная. И здесь вот можно сесть на автобус. То есть если приедет, допустим, дальше не захотеть по железной дороге. Вот. А я говорю, что здесь места очень хорошие для пикников, для вот отдыха хорошего. Да, я показывал прямо тут около платформы. Можно найти хорошие места вот для привала, для такого хорошего, полноценного отдыха, вдали от людей, вдали от цивилизации. Несмотря на то, что это как бы Москва, но Москва-то такая. Есть, так сказать, Москва, есть Москва, да. Вот. Поэтому эта Москва очень удаленная, и в этом смысле она ничем не отличается от Подмосковья, который рядом находится. Вот. И здесь можно отдохнуть. И если захотите, можете обратно на автобусах. Но здесь, насколько я... Но здесь, понимаете, здесь в чем проблема? В том, что здесь нет прямого автобуса до метро. То есть, да и вообще до Москвы, ну, как таковой. Ну, понятно, все сложно говорить, конечно, потому что это Москва, это Москвы. Но имеется в виду для старой Москвы, то есть, тут автобусы до Подольска. Понимаете? То есть, подольский район был. Вот. И, соответственно, автобус... То есть, придется с пересадкой ехать. Вот, допустим, с Сиати до Подольска, ну, а там уже, да, через Подольск, там на электричке до Москвы. То есть, как-то так. А вот прямых нет. Ну, и что касается крестов, то это, конечно, это уже станция, как видите. Вот она, видите? Вот станция, а вот деревня Кресты, о чем я говорил. То есть, один километр. Ну, тут напрямую-то не пройдешь. То есть, тут в обход, через вот это шоссе. И вот о чем я говорил, да? Почему кресты? Ну, потому что, вот, видите, соединяются. Вот оно, Калужское шоссе, а вот Варшавское. А Брестское... Ну, это, опять, что-то такая путаница, конечно. Дело в том, что стало... Это Брестское шоссе, его назвали, отрезочек Варшавского шоссе, вот отсюда досюда, назвали Брестским. В 22-м году. Ну, решили, как бы, что вот этот отрезок, мы его сделаем Брестским шоссе. Ну, конечно, бред какой-то. Ну, если же вы называете шоссе, ну, сделайте все Варшавское Брестским. А так, получается, что здесь Варшавское, здесь Брестское, а потом опять Варшавское. Ну, что за бред? Ну, не важно. Ладно, давайте так. В общем, короче, а здесь Калужская. И вот здесь они пересекаются. Видите, как раз недалеко от деревни Кресты. Вот. Видите, Калужская и Варшавская. Они как в другую впадают. Они друг к другу идут, идут, идут. Вот они вот идут. Вот отсюда, отсюда. Все сближается, сближается. Особенно Варшавская. И вот здесь они наконец-то соединяются. Вот. Плюс, видите, я говорил, тут еще отходит тоже еще Лопасненское шоссе в город Чехов. То есть, Чеховский район в город Чехов. И плюс еще, соответственно, Железная дорога. Вот она проходит. А шоссе здесь проходит по мосту через Железную дорогу, соответственно, Калужская. Вот. И получается, видите, сплошные кресты. То есть, тут крест, тут крест. То есть, пересечение дорог. Пересечение в основном автомобильных. Когда называли эту деревню, то имелось в виду автомобильные дороги. Но сейчас еще прибавилась и Железная дорога. Впоследствии. Когда уже Деревня Кресты давно существовала. Еще и получается потом еще и Железная дорога прибавилась. Вот. И еще больше крестов стало. Вот. Еще крест. Еще-то. Вот. Видите, сплошные кресты. Поэтому и название такое. Кресты. Вот. Пересечение дорог. Ну, как бы, видите, как будто бы крестами. Да? Вот получается. Как крест. Раз, 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 раз. Ну, вот. И вот это уже не платформа. Это уже станция. Как вы видели, там большое путевое развитие. И она уже, конечно, ну, скажем так, во-первых, она в значительной степени грузовая. Если все-таки здесь эта платформа, она чисто пассажирская. Да? То есть, это перегон. Перегон. Бекасово-сортировочная. Кресты. То вот эта станция, она уже самостоятельная. Она уже Бекасово-сортировочная. Никакого отношения не имеет. Нет. Ну, понятно, что все в пределах, естественно, одной железной дороги. Но в принципе, она сама по себе. Это самостоятельная станция. Вот. И скажем так, здесь, конечно, уже и составы стоят. Да? То есть, это уже такая вот станция, где формируется состав. Идет грузовая работа. Это раз. Это первое. И второе. Эта платформа, она уже не дачная. Не дачная. Она уже все-таки в большей степени обслуживает, ну, скажем так, население вот близлежащих населенных пунктов. То есть, прежде всего Львова, о котором я говорил, ближайший пункт, который я показывал. Вот. Ну, и, конечно, кресты отчасти. Хотя она находится так несколько неудобно. Чуть в стороне, как бы здесь не так легко. Ну, наверное, есть какие-то тропинки-то. Я не знаю. Козьи тропы-то, наверное, какие-то есть. Не знаю. Но я, честно говоря, не могу сказать. Ну, местные жители, может, знают. Я, конечно, все-таки здесь же не живу. Мне сложно говорить. Вот. Я тут уже был в Крестах когда-то, 90-е годы. Я второй раз вообще в Крестах. Вот. В 90-е годы еще был. Ну, когда-то давно еще тоже ездил по этому БМО. Вот. Здесь тоже знакомился с местностью. Еще тогда было, как говорится, Подольский район. Ранее вовсе не Москва. Но теперь, вот видите, уже получается в новый район Москвы приехал. Новую Москву второй раз. Ну, вот. И здесь уже в основном вот именно для обслуживания все-таки жителей вот этих вот, соответственно, пунктов. Да, в том числе. Вот. То есть, если это дача, чисто дачная платформа здесь 52-й километр, то это она уже такая вот обычная, в принципе, платформа. Такие же, как... Ну, вернее, это станции даже, да. Такие же, как и в общем-то, многие другие. С той, допустим, в радиальных направлениях столь решать, потому что здесь электрички есть довольно-таки редко. Вот. То есть, во-первых, это конечная станция. И дальше, что дохода нет. Я имею в виду для именно поездов от Киевского направления, а также от Калуги. Вот. Все. До Крестов только едут. Вот. А дальше надо пересаживаться. Ну, и вообще в целом не так много. Тут примерно по 8-9 электричек. Вот. В одну и в другую сторону. Всего-навсего. В сутки. Вот, считайте. С утра до вечера всего такое-то количество. Поэтому здесь можно довольно сильно застрять. То есть, на 2-3 часа. Вот так вот. Электрички не... Если опоздаете, например, какую-нибудь электричку пропустите, все потом. Можете сидеть. Как-то так. Ну, теперь вот, видите, пустили мы все-таки московский автобус. И вот, в отличие от 252-го километра, вот здесь ходит прямой автобус до метро. Теплый стан. 503-й автобус. Вот он здесь, деревня Львова, как раз, останавливается. Вот. Видите, остановка. Вот. Называется Львова. И здесь вот, ну, видите, тут еще... Вот эти автобусы, они областные. Вот это вот 1028-й и 427-й. Это подольские. Вот. А нужно вот этот 503-й. Вот. И дело в том... Ну, что значит? Можете, конечно, сесть на 28-й, через 27-й. Они, правда, довольно редко ездят, но неважно. Суть в том, что 503-й автобус, там московские тарифы. То есть, вы можете доехать по тройке. То есть, вот как, допустим, в Москве ездите, прикладываете, да, там точно так же и здесь. То есть, цена такая же, как в Москве. Ну, она есть в Москве, но вот как обычно, как у нас, допустим, мы ездим. А эти уже, извините, автобусы, это областные. То есть, тут уже счетчик другой совсем. Это уже придется платить там или по стрелке, а не по тройке. Ну, либо как там наличными. То есть, это уже по-другому. То есть, там другие тарифы. Понимаете, они областные. Там на московские не распространяются. Поэтому лучше всего, конечно, 503-й. И плюс, кроме того, здесь же с пересадкой получатся там вот эти автобусы. То есть, тогда станции Подольск, а потом еще пересаживаться. А здесь прям прямой автобус. Но, правда, едет он довольно долго. Больше часа до этого метро Теплый Стан. Он там крутится везде. Заезжает во всякие там разные поселения. Там Вороново. Куда-то он там еще делает заезд к поселку МТС. В общем, Красная Пахра. Короче, там много всего. Через Троицкий едет. Такой длинный маршрут. Но здесь можно сесть. Вот. Можно здесь сесть на московский автобус. Ну и вот это, я говорил, здесь вот лесопилка как раз находятся, склады. Вот это, видите, Моссахар. Я, правда, не знаю. Ну, видите, до сих пор написано Моссахар. Значит, может, сахарные склады работают. И здесь вот эти вот... Сейчас, не знаю, тут что-то не показано по этой карте, что тут железная дорога. А на самом деле, железная дорога здесь тоже есть. Подъездные пути вот сюда есть как раз. А с этой стороны здесь вот находятся разные погрузочные платформы. Там щебенка, песок и все прочие сыпучие материалы. Здесь вот платформы специальные есть. А здесь еще вот подъездной путь. Я говорил, вот это агронаучприбор. Вот эта вот территория. Здесь же находится Львовский таможенный пост. Он прямо находится на территории вот этого бывшего агронаучприбора. Ну, очевидно, когда-то выпускали сельскохозяйственные приборы, но давно уже не работает. И сейчас вместо приборов тут контейнеры. Это как раз вот такая большая контейнерная площадка. Ну, и плюс сюда еще приезжают вот разные большегрузы. Сюда заезжают с Львова, там стоят. Иногда такая очередь образуется здесь как раз. Ну, имеется в виду на автомобильной дороге, конечно, на подъездной. Сюда. Так что вот так вот. Ну, а в целом деревня как деревня. Здесь мало что изменилось с приходом Москвы. То есть уже, получается, больше 10 лет Москва здесь находится. Да, с 12-го года. Но вот пока тут еще по-прежнему деревенский уклад. Равно как и в соседних, и в крестах. И кресты же тоже, получается, новая Москва. Ну, и все остальное. Все здесь, в общем, примерно по-старому, как с давних времен, скажем так, повелось. Ну, ладно. Вот, наверное, на этом я и закончу, в принципе. Можно было, конечно, еще что-то рассказать, в принципе. Но уже не буду длить время, а то усталость возникает у многих. Да, так сказать, не все выдерживают, когда долго смотришь. Поэтому, наверное, пока на этом закончу. Но если что, тогда потом вернемся. Может быть, еще, да, если будет какой-то повод к этой станции, да, к этим местностям. До новых встреч.